говорит о том что надо делать и действительно это важная часть это важная часть значит но мы сейчас вот эти вот утренние уроки я так думал как нам правильно сделать как нам правильно сделать вот вообще все эти уроки я думаю так что утром будут уроки вот этих 10 утра по такие общие 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 развивающие да то есть мы будем изучать про про счастье про радость про любовь ко всевышнему будем изучать вещи такие позитивные нужные и веселые а вот я сделаю еще один урок раз в неделю будет мой урок по зуму уже для тех кто кто глубже хотят изучать тору будем мы изучать книгу вот я знаю что дамир партнер он очень хотел изучать краткую книгу заповеди и вот я сейчас выбираю между ней есть еще книга которая называется базовая такая книга основные законы иудаизма это практика иудаизма она так и называется эта книга и вот я думаю что мы будем изучать или краткую книгу заповедей или практика иудаизма то есть именно как практиковать что делать как делать это уже будет для профессионалов Для тех, кто хотят с помощью Торы конкретно соединяться со Всевышним по системе Тора, я сделаю отдельный урок раз в неделю. Пока начну раз в неделю. Сейчас мы очень систематизируем всю нашу образовательную деятельность платформовая икра. То есть раньше у нас были просто общие уроки для всех, а сейчас мы сделали CRM-систему и у нас теперь так получается, что общие уроки так и остаются для всех в соцсетях. А кто хочет учиться, всегда будет под уроком такая будет ссылочка, заполните антету и мы вам подберем ваш индивидуальный путь к Торе. И вы значит заполняете антету и мы вам рекомендуем те циклы уроков, которые уже вам лично подходят, интересны, нужны и значит вы туда уже тогда присоединяетесь. Но это будет только уже после заполнения антеты. А вот эти мои уроки, которые я провожу уже 5 лет в 10 утра, мы будем проводить по таким темам, которые понятны и интересны всем людям. Евреям, неевреям, религиозным, нерелигиозным. Это то, что ведет человека к такое мировоззрение Торы, которое ведет человека к любви ко Всевышнему, к радости, к счастью, такие общие, такие познавательные уроки. И сейчас я выбрал книгу, у меня давно лежит эта книга, она называется «Улыбайтесь, улыбайтесь». Улыбайтесь, улыбайтесь, называется эта книга, это перевод с английского. Есть английский Равин, Рав Авраам Цви Шварц, он Равин, психолог. И вот он написал такую книгу, которую перевел Рав Цви Патлас на русский язык. И мы сейчас будем ее изучать. Она очень такая простая, понятная. Первая глава называется «Жить», вторая называется «Сила», третья глава называется «К вершине», четвертая глава «Друзья», пятая «На небе», шестая «Мечты», седьмая «Признание», восьмая «Цели», девятое «Сейчас» и десятое «Счастье». И дальше есть «Особенные события», целый год называется глава, и приложение «Особенная глава». Значит, книга, она очень простая, понятная, и она с точки зрения Торы объясняет основные понятия психологического здоровья человека. Да, вот Эстер Истраэль читала такую, но мы ее постараемся не читать, а изучать. Да, изучать. И вот, значит, в предисловии, в предисловии он пишет такую вещь, что... Почему надо учиться, пишет автор. Да, вот он нам сейчас объясняет такую идею. Он объясняет нам такую идею, почему надо учиться. Что на каком бы этапе жизни мы ни находились, то мы можем, он пишет, можем учиться новому, узнавать новые вещи. А я считаю, что должны учиться новому, изучать новые вещи. Почему? Мы должны, он пишет, можем, я считаю, должны. Все меняется. Человек, например, был в возрасте 25 лет. У него были одни какие-то жизненные процессы внутри, физиологические процессы даже, да? У него была совершенно там одна жизненная ситуация. Потом он женился. Значит, он тут же должен научиться. Первое. Как жить с женой? Как с ней взаимодействовать? Как родились дети? Как воспитывать детей? Он всего этого не знал, у него просто это было для него неактуальные вопросы, пока он не женился. Сейчас он должен начать изучать вот эти вот важнейшие вещи. Вот он только научился воспитывать маленьких детей, а у него уже они растут. Ему надо изучать, как с ними взаимодействовать. Дальше они становятся подростками. Это вообще другая история. Надо обязательно учиться. Дальше жена. У него были первые месяцы влюбленности, это одна жизнь. Вторая, дальше начинаются месяцы, когда уже проходит вот эта вот вся розовая чти. Надо знать, как с ней вообще взаимодействовать. То есть мы должны учиться. Теперь, дальше. Когда мы узнаем что-то новое, пишет он, мы вбираем в себя новую жизнь. То есть, когда мы изучаем новые вещи, то мозг, он меняется. Мы не воспринимаем мир таким, какой он есть. Мы воспринимаем мир сквозь призму своих предубеждений, сквозь призму своих каких-то правил, принципов, ожиданий. И учеба, да, когда мы, например, вот мы смотрим на поведение какого-то человека. Одно дело, когда мы смотрим на него с точки зрения просто, ну вот простого-то, ну смотрю, вот он как-то себя ведет. Я его как-то оцениваю. Приведу пример. Самый яркий пример привел Стивен Кови в своей книге «Семь навыков высокоэффективных людей». Он говорит, вот ехал я в метро в Нью-Йоркском, и когда ехал в Нью-Йоркском метро, то зашел туда один мужчина с детьми на какой-то станции. И дети начали бегать, кричать, они ужасно себя вели. А мужчина, этот отец сидел и ничего им не делал, ни замечания, никакого ничего. Просто он сидел и все. И Стивен Кови говорит, я как человек неравнодушный, человек, который меняет мир вокруг себя, позитивно влияет. Я ему сказал, мужчина, вы знаете, вы должны как-то на своих детей повлиять, потому что они ведут себя некрасиво, неприлично они себя ведут. На что мужчина ответил, да-да, действительно, мне надо что-то сделать, просто я не знаю даже, что сделать. Мы едем сейчас из госпиталя, где только что умерла моя жена, их мама, и я просто сам в таком состоянии, и дети тоже. И Стивен Кови говорит, я мгновенный человек, который был в состоянии осуждения, и в состоянии такого прямо оценки, и такого влияния. Вдруг полностью у меня изменилась картинка, когда узнал, что они идут из госпиталя, где умерла мама этих детей, и мне стало их жалко, и мне вообще просто из возмущения. И поучения я превратился в человека, которому было страшно неудобно, что я вообще его как-то еще затронул и хотел помочь ему, ну и захотел ему помогать. То есть мы видим, что мы не воспринимаем мир сквозь таким, какой он есть, а мы воспринимаем мир сквозь призму своих знаний, предубежденности, и все это можно менять с помощью обучения. Обучение – это создание, буквально создание нового мира. Дальше он пишет, автор этой книги, такую вещь, что значит, когда мы узнаем что-то новое, мы вбираем в себя новую жизнь. Когда мы узнаем что-то новое, мы как будто входим в новый мир. И этот мир становится частью нас. Мы вдруг становимся мудрее и лучше. И постепенно мы можем даже достичь величия. И чем больше величия в нашей жизни, тем наша жизнь становится более осмысленной и значительной. То есть через обучение мы вводим в свою модель мира, в которой человек живет, мы вводим целые новые области. И точно так же вообще целью нашей организации, платформовая икра, слово переводится и «возвал». Всевышний взывает через людей, которые уже с ним знакомы, взывает через пророков, раньше взывал через пророков, взывает через события в жизни человека. Он все время взывает к человеку и зовет ему, зовет ему «проснись», а человек он может услышать, может не услышать. И вот мы как платформа, мы усиливаем сигнал, когда всевышний, вот, например, автор это, да, Равам Рам Цви Шварц, он написал книгу «Улыбайтесь». Раф Цви Патлас, он этот сигнал перевел на русский язык, книга была написана на английском. Теперь мы берем ее, я лично, да, хочу сейчас через эти уроки ее донести до максимально большого количества людей. То есть мы берем и усиливаем вот этот сигнал Всевышнего, который, он идет к людям. Значит, ну вот так вот. Дальше он пишет такую вещь. Чтобы научиться жить по-настоящему, нам нужно заставить себя остановиться, подождать, сбавить темп, помедлить. Человек все время бежит, он куда-то стремится, ему все время чего-то не хватает. Но если мы научимся, он говорит, с помощью этой книги, сбавим темп, замедлимся и научимся более осознанно воспринимать жизнь, то тогда, он пишет, что тогда, то это удвоит и утроит ценность наших добрых дел и поможет нам стать такими, какими мы хотели бы быть по-настоящему. То есть эта книга, ее цель, это замедлиться и с помощью новых знаний стать такими, какими мы хотели бы быть. Значит, и я молюсь, пишет автор книги, о том, чтобы слова этой книги хоть чуть-чуть вошли в вашу такую загруженную и занятую жизнь. И чтобы из того крошечного уголка, который они займут, то есть вот это знание, это же фрагмент, это какой-то пазл. У каждого из нас позади годы жизни, какие-то книг, множество прочитанных книг. Он говорит, я молюсь, чтобы слова этой книги вошли как крошечный уголок, который они займут в вашей модели мира, и они постоянно напоминали вам об улыбке. И благодаря этому вы смогли добраться до того замечательного будущего, которое на самом деле уже принадлежит вам. И вот он очень мне нравится, видите, он сделал такие как напоминалочки, такие три главные идеи, вот такие. Можно сделать себе напоминалки, такие листики, знаете, как есть. Вот я сейчас себе прям сделаю такие напоминалочки. Первый листик я прям себе напишу и вам советую. Улыбайтесь. Вот он пишет, сделай себе напоминалочку. Улыбайтесь. Улыбайтесь. Отлично. Значит, будем улыбаться. Улыбайтесь. Вот тут я себя повешу. Улыбайтесь. Да? Дальше. Вторую напоминалочку он пишет. Когда вы узнаете что-то новое, вы выигрываете. Когда вы узнаете... Я бы не сказал что-то новое. Я бы написал что-то умное. Умное и полезное. Вы выигрываете. Потому что что-то новое, новости тоже нам пишут новое. Вот я, значит, пишу вторую. Когда вы узнаете что-то полезное, вы выигрываете. И третье. Он пишет подожди минутку. Подожди минутку. Подумай. Подумай. Значит, замедлиться. То есть, не бежай. Остановиться, замедлиться. Научиться быть внутри себя. Да? Внутри себя замедлиться. Подожди минутку. Подумай. Вот три первых таких совета, которые он дает. Первая глава называется «Жить». Жить. Подождите. Говорит он. Подождите. Мы все время бежим. Действительно, человек все время бежит. Я вот по себе знаю. Особенно вот раньше, когда я так активно работал. Я все время был занят. Я не мог минуту сидеть. Мне было, очень было мне, как так сидеть без дела. Я терроризировал всю свою семью, детей. Все. Я не мог видеть, как кто-то сидит без дела. Я говорил «Как? Столько вокруг целей, задачи. Ты все время должен куда-то бежать». Но почему человек бежит? Да? Ему плохо одному. Ему плохо остановиться. То есть, он не может остановиться. Ему кажется, что это страшно. То есть, страшно быть собой. Страшно быть одному. Да? И теперь дальше он говорит «Остановитесь». И что? Что тогда? Тогда возникает вопрос «А зачем все это?» Может, надо бежать? Зачем остановиться? Он говорит такую вещь. Тут надо задуматься, а зачем мы вообще приходим в этот мир? То есть, для чего? Обычно человек думает, что он приходит в этот мир. Например, вот тут я сказал слово «обычно». Но нет «обычно». Каждый человек, вот есть там, например, очень много людей, вообще дураков таких, которые… Но, опять же, они не виноваты. Их просто в детстве так запрограммировали, научили. То есть, как-то они… Человек же, он рождается, он вообще не понимает, как ему коммуницировать с внешним миром. И он, первое, что он начинает делать, он начинает смотреть, как коммуницировать с внешним миром люди, которые его окружают. Тут ему там по жопе дали, по это… Ну, то есть, у каждого было разное детство. Есть известная история. Вовочка до… Вовочка в одной семье до пяти лет думал, что его зовут «Заткнись». Да, «Заткнись». Он думал, что его имя такое. И вот, значит, человек, он получает какие-то модели взаимодействия с внешним миром. Он получает их от родителей. Ему необходимо просто нравиться своим родителям, потому что иначе он не выживет. Каждый родитель, он ожидает от ребенка какого-то своего поведения. И вот человек формируется, формируется… Очевидно, у меня было в детстве, что надо достигать. То есть, я вот сейчас понимаю, что в детстве мне родители, очевидно, внедрили такую идею, что я должен быть самостоятельным. Это очень, кстати, выгодная для родителей идея – внедрить ребенку такую мысль, что ты должен быть самостоятельным. И, в принципе, чрезмерная опека, которую родители накладывают на своих детей, она детям в жизни может сильно вредить. Но и чрезмерная свобода тоже. Получается, что я, получив от родителей эту свободу, я ее передал своим детям. То есть, я на них не давлю, как мне кажется. Может и давлю, не знаю. Это их надо спросить. Но что интересно. То есть, я лично сам получил какой-то механизм в детстве, механизм мышления, в котором я должен постоянно куда-то бежать за какой-то целью. Я вот всю жизнь бегу за этими целями. Кто-то ждет, наоборот, всю жизнь он ждет указания. У него другой механизм. Он не может без указания. И ему обязательно нужно, чтобы кто-то ему сказал, что делать. Есть такие люди. Ко мне часто приходят на консультации люди, и они говорят, я не могу определиться. Мне нужно, чтобы кто-то мне сказал, что я должен делать. Я сам не могу. А я, наоборот, не могу, когда мне кто-то говорит, что делать. Мне хочется самому решить. В общем, дальше он пишет, что в любом случае, в любом случае, нужно научиться останавливаться и быть с собой. Потому что, если ты это не научишься сделать, то ты все время будешь жить как во сне. Все время в погоне, в беготне. Но если тебе плохо с собой, если ты не можешь просто остановиться и кайфануть, посидеть сам с собой, то это проблема. То есть, это реальная проблема, которую нужно в первую очередь решать. То есть, человеку должно быть хорошо с собой. То есть, это как бы логично очень, что мне должно быть внутри себя хорошо. Если нет никого, никто мне не мешает, никто меня никуда не зовет. Вот и все. Мне с собой должно быть лучше, чем с любым другим человеком в мире. Если мне внутри себя нехорошо, то в первую очередь нужно с этим разобраться. Вот с этим моментом, что, очевидно, какой-то у меня внутренний диалог и мой способ мышления внутри меня, который мне доставляет боли и страдания, вот в первую очередь нужно с ним разобраться, откуда он вообще взялся. Потому что есть я, самый для меня важный, близкий человек. Есть мое мышление. То есть, в первую очередь мне должно быть внутри хорошо. И мне никто это не может не дать, потому что это внутри меня. Не забрать. Это тоже внутри меня. И вот это должно быть главной целью, первой целью. Теперь дальше. Дальше он здесь пишет такую вещь, что есть у человека трудности в жизни, внешние какие-то трудности. Вот все эти трудности, они заставляют человека, даже когда их нет, сидеть и страдать. Почему? Ну, например, я помню недавно совсем, у меня где-то потекла труба. Потекла у меня труба, и я, значит, ночью даже проснулся, думаю, где же она течет, эта труба. Не могли найти. Вот течет все, посередине комнаты течет, с трубы там где-то течет, а где прорвало, не могут понять. И вот у меня эта мысль, она меня внутри головы беспокоила. Беспокоила меня эта мысль. А он пишет, смотри, все мысли, которые тебя беспокоят, это это. Значит, что это он говорит? Интересная вещь. Это инструменты для того, чтобы раскопать твое внутреннее сокровище. Что за мысль такая? Он говорит, мы можем представить себе, что это та лопата, которую Творец вложил нам в руки, чтобы мы смогли раскопать спрятанное глубоко в себе сокровище. Скрытые возможности и способности, то есть наше настоящее Я, которое эти трудности помогают нам раскрыть, чтобы достичь настоящего величия. Самый счастливый человек на свете – это тот, которому удается достичь такого величия. И самый довольный человек на свете – это тот, кому удалось развить свою личность и достичь своего максимума. Такие люди на самом деле не перестают улыбаться. Он говорит нам такую идею. Он говорит, смотри, вот все люди зачем бегают по окружающему миру? Зачем они там… Ну вот все, что люди делают, да, они делают ради какой-то цели. У них есть какая-то цель, какая-то причина. Он говорит, какая причина? Все хотят стать счастливыми. Но вместо счастья, знаете, хотели как лучше, а получилось как всегда. Человек себе выдумывает какую-то схему, чтобы в конце этой схемы стать счастливым. В итоге он получает проблемы, неприятности. И, значит, знаете, есть известная история, как один человек там пошел вечером в какой-то ночной клуб. И вот он пошел вечером в ночной клуб. Зачем он пошел в ночной клуб? Ему было плохо дома. Ему хотелось получить больше от жизни радости и удовольствия. И он почему-то решил, что в ночном клубе он найдет для себя больше радости и удовольствия. Он себе придумал эту идею. Плюс ему помогли придумать эту идею маркетологи этого клуба, которые ему показали, как якобы весело там проводить время. И продавцы алкоголя показали ему картинки, как якобы весело пить алкоголь. Вот у него эти картины в голове сошлись. И он думает, пойду в ночной клуб, получу удовольствие от жизни. Раз, живем. Он подкрепил это какими-то логическими комбинами и вышел из дома. Значит, он шел. Зачем он шел? Он шел за счастье. Куда он шел? Он шел в ночь. В ночи, значит, его встретили в подворотне несколько людей, которые тоже искали счастья. Только они думали, что их счастье находится в том, чтобы кого-то ограбить и забрать у него деньги. И вот они его подстерегали в темноте, в ночи. Поймали они этого искателя счастья в ночном клубе. И они хотели у него забрать деньги, чтобы самим быть счастливыми. Вот они забрали у него все деньги, побили чуть-чуть его и уходили в ночь для того, чтобы потратить эти деньги на то, что они думали даст им больше счастья. На тот же алкоголь, наркотики или другие какие-то предметы быстрого достижения счастья. Значит, и тут он смотрит, на земле лежит лом, металлическая труба такая, лом, металлическая палка. А это зима была. И он думает, сейчас я их этим ломом и забью, вот этих вот хулиганов. Заберу обратно свои деньги и как раз отомщу. Мол, это как раз получу большую радость от того, что я их сейчас этим ломом и забью. И он, значит, кричит им, эй, козлы, говорит, ну идите сюда. Они возвращаются. Он, значит, за лом этот берется, да, чтобы их ломом этих побить. А он к земле примерз. Он не может его с земли поднять. И он, представляете, в какую он попал более сложную ситуацию. Вот так вся жизнь человека. Он хочет счастья, но он выбирает вот такие схемы, которые его ведут очень часто к проблемам. Я не видел вот в своем окружении ни одного практически человека без жизненных проблем. Но что? Но что? Что нам предлагает автор книги «Улыбайтесь» в первом сегодняшнем уроке «Достижение радости»? Он говорит, так это же, говорит, Всевышний тебе все это послал для чего? Чтобы раскрыть твою великую душу и твою великую личность. Чтобы ты понял и осознал, что не надо по ночам по клубам шляться. Не надо с хулиганами связываться. Держись подальше от злодеев. Это первая глава притчи царя Соломона, что не приближайся к злодеям. Всяческим путем отдаляйся от злодеев. Значит, пертья вот, поучение отцов. Это сказали мудрецы 3000 лет назад. Что говорит, амиалех бадарах ехиди, тот, кто ночью идет в пути один. Значит, ночью идет. И тот, кто свое сердце, свое мышление, он его как бы обесценивает и пускает на пустоту в поиске каких-то вот этих дешевых развлечений. Вместо того, чтобы сесть, поучиться. Он, Митхаев Беновшоу, он ставит под удар свою душу. То есть, человек, который ночью идет один по дороге. Который идет в место, где собираются разные люди пустые. Которые в жизни ищут только поразлечься. То этот человек ставит под удар свою душу. То есть, если бы он это все знал. И Всевышний ему посылает сигнал. Он ему шлет неприятность. Казалось бы, это проблема. Но эта проблема, она его учит. Она дает ему рост. Если он благодаря этой проблеме вернулся ко Всевышнему. И он сказал, в больнице он лежит и говорит. Всевышний, спасибо тебе огромное, что я попал в больницу. Спасибо тебе, что я понял и осознал, что не надо мне пить. Не надо мне ходить по этим клубам. Что мне, учащаясь в больнице, лежу и спокойненько послушаю урок. Значит, по книге улыбайтесь. Послушаю уроки Равшава Мароша по книге. Сад благодарности. И я спокойненько выйду из больницы. Женюсь. Буду работать. Буду учиться. Буду заниматься спортом. Обливаться ледяной водой. Зачем мне нужны эти алкоголь, наркотики. Если я могу просто под холодным душем постоять. И у меня будет дофамина. Просто взрыв дофаминовый. Я буду целый день в таком кайфе. Который никакие наркотики мне не дадут. И бесплатно. Холодная вода. Она всегда есть. Даже летом. Все. Вот это как раз то, что он нам хотел сказать. Умение увидеть во всем проявление Всевышнего. Это и есть самое большое счастье. Если человек по-хорошему не понимает. Вот он урок Торы не хочет слушать. То тогда, конечно, Всевышнему приходится его каким-то образом доставать через сложности. Значит, дальше. Дальше есть здесь очень интересная вещь. Он говорит... В этой книге у нас другая книга. Это Равзель Клистин про счастье. Сегодня называется урок «Flexible Wish List». Значит, гибкий список желаний. Значит, у человека есть список... Есть какие-то у человека желания, которые он себе расставил у себя в голове, как места получения удовольствия. У оленя есть соль там. Вот тут у оленя соль. Вот тут у оленя сено. Вот тут у оленя олениха. А у человека, у Анны, например, земляная, да, помогают увидеть свои цели. Она говорит своим клиентам, какие у тебя цели, где ты рассчитываешь получить удовольствие. Он говорит, вот я хочу жениться там. У него своя олениха. Вот вместо соли у него хочу купить там машину. А вместо сена у него хочу поехать на Мальдивы. Вот он цели себе расставил. Но он от оленя не отличается. Этот человек, потому что что олень хочет удовольствия, что и человек хочет удовольствия. А здесь нам автор говорит такую вещь. Он говорит нам такую вещь. А сделай этот лист своих желаний, он гибкий. Он должен быть у тебя flexible, гибкий. Что это значит? Вот, например, я хочу на Мальдивы. Ну, к примеру, да, это у тебя в списке желаний записано. Ну, что? Ну, на Мальдивы ехать далеко и дорого. А в деревне Малиновка, она рядышком. Она почти как Мальдивы. Ну, то пол, половина есть в названии. Но я в нее могу поехать. И вот, когда я могу поехать в Малиновку, то я, если у меня гибкий лист желаний, я думаю, Мальдивы Мальдивами. Ну, пока я не могу на Мальдивы. Но в Малиновку-то я уже сейчас могу. Значит, в Малиновке я получу сейчас большое удовольствие. А какое там в Малиновке удовольствие? Там в Малиновке закат. Шикарный закат. Рассвет. Шикарный рассвет. Значит, там я... Что еще в Малиновке есть, наверное? Наверняка в Малиновке есть природа красивейшая, да? Воздух такой, который вообще даже на Мальдивах нет. То есть, умей хотеть то, что у тебя есть. В этом великая сила гибкого листа желаний. Желание – это твое. Это не маркетологов. Они тебе сказали, что только на Мальдивах круто. Нет. Это обман. Малиновка, она крутая тоже. Просто там нет хорошего маркетолога. Был бы там хороший маркетолог, так все бы хотели в Малиновку. И он говорит такую вещь, что это величайшее мастерство. Он хочет хотеть то, что есть, а не стремиться к тому, чего нет. И тот человек, который овладел этим мастерством, то он очень резко продвигается на пути счастья. Потому что кроме того, что есть у человека, у него же ничего другого нет. То есть, но большинство людей обесценивают то, что есть. Наделяют ценностью то, чего нет. Гонятся за тем, чего нет. Которое, даже если догоняют, у них все равно остается еще больше того, чего у них нет. Поэтому большинство людей живет в несчастье и в недостатке. Поэтому в Малиновке я просто сказал. Мальдивы, Малиновка. Понятное дело, что даже в Малиновку не надо ехать. У дома можно просто взять чаек, малиновое варенье. И сесть реально кайфануть. Вообще, малиновое варенье, чаек. И полюбить этот момент реальности. И в этот момент, конечно, можно открыть ютубчик. Посмотреть, что там в Мальдивах происходит. Понять, что ехать туда вообще абсолютно не надо. Потому что все вот эти понты, фотографии. Что я на Мальдивах. Вообще, смотрите, я крутой, а все лохи. Это только, как сказать, попытка возвыситься. Но на самом деле, те люди, которые туда едут, и которые там находятся. У них может быть множество неприятностей. Огромное количество несчастья. У них может быть плохо на душе. Они могут быть совершенно в депрессивном состоянии. Но фотографии красивые. И человек, который не понимает вот эту вот вещь, которую мы выучили сегодня. Что мысли, вот эти все мысли, это как иллюзия такая. Он у себя крадет свое настоящее. Сидит он в Малиновке и думает, мне здесь плохо. А хорошо мне будет там. Почему? Он в Инстаграме посмотрел, там улыбаются. Он думает, ну все, значит. А мне здесь плохо в Малиновке. Вот, я думаю, что на сегодня хватит. Мы сегодня, давайте еще раз. Улыбайся, изучай новое и замедляйся. Это доступно всем. Это доступно всем. Значит, доступно, вот как Елена написала, помнить о своих близких. Доступно всем делать добрые дела. Доступно всем получать огромную радость и благодарить Всевышнего за тот прекрасный момент, который он нам дает. Ну, кто хочет на Мальдивы, тоже можно этому радоваться. То есть, ходить на Мальдивы неплохо. Плохо расстраиваться из-за того, что ты не там. Это реально плохо. А хотеть это хорошо. Все, всем спасибо. Завтра продолжаем изучать тему радость. Увеличиваем радость. У нас сейчас месяц Адар. Мы будем в ближайшее время, все уроки там, я думаю, уроков 20, мы будем увеличивать в радости до Пурима. А я объявлю тем, кто заполняют анкету онлайн-школа «Жизнь по Торе», то уже те, кто в онлайн-школе «Жизнь по Торе», будет еще раз в неделю мой урок с Божьей помощью в Блинедер. Я сделаю урок уже по практике иудаизма. Или это будет краткая книга заповедей, или же это будет практика иудаизма. Есть такая книга. То есть будем изучать уже, что делать именно по подсистеме, которую получил еврейский народ на горе Синай 3 325 лет назад. И те, кто евреи, это обязательно надо знать и делать. Те, кто не евреи, имеют возможность тоже понять, что делать. И можно начать делать, можно не делать. Можно просто ознакомиться. Можно стать евреем. Меня очень удивило, что многие люди не знают о том, что евреем можно стать, но это очень сложно. Ася Абков, чтобы была внучка здорова, чтобы она была счастлива, чтобы было у нее все хорошо, чтобы она поехала здорова и вернулась здорова. Все, всем удачи, успехов, чтобы был у всех мир в душе, и чтобы Всевышний послал мир всему миру.